Распродажа акций и бегство инвесторов с российского рынка сегодня явно снизила масштабы, которые мы наблюдали вчера. Московская биржа даже закрылась в плюсе почти на 4%. Индекс РТС остался в минусе, но всего на 0,38%. Российская валюта при этом за два первых дня недели упала на 8%. Курс доллара превысил 63 рубля, цена 1 евро приблизилась к 78 рублям. Российские эксперты отмечают, что сейчас основные риски для рубля исходят из геополитики, поскольку к санкциям добавилась еще и неопределенность в связи с возможной эскалацией в Сирии. Интересно, что нервозность российскому рынку сегодня добавила американский законопроект о возможности введения санкций против госдолга России, который разработали и опубликовали на сайте Конгресса демократ Хаакин Кастро и республиканец Майкл Тернер. В нем предлагается наказать официальную Москву за покушение на Сергея Скрипаля в Великобритании. Для этого американские законодатели предлагают запретить американцам заниматься транзакциями, финансировать или каким-либо иным образом иметь дело с российским суверенным долгом, выпущенным через 180 дней после даты наложения санкций. Несмотря на то, что судьба этого законопроекта с точки зрения принятия еще под большим вопросом, все же он привел к кратковременной панике на российских рынках, отмечает Рейтер. Как заявил источник агентства в Минфине России, пока это позиция двух конгрессменов, и распродажа идет из-за эмоциональной реакции инвесторов на санкции. Однако признаков кризиса пока нет. В целом участники рынка отмечают, что с начала недели бегство иностранных инвесторов из российских активов на фоне внешнеполитической и экономической неопределенности продолжается. На данный момент у них отсутствует желание вкладывать деньги в российские активы, в первую очередь из-за опасения новых санкций в отношении очередных российских компаний.